Обычно же, когда говорят экскурсия, то мы лучше других с вами понимаем, что экскурсия это поездка по каким-то памятным местам, посещение достопримечательностей, в основном исторических. Сегодня такового не будет. Это один из уроков программы повышения квалификации для гидов Тюменской области. Экскурсию проводит также один из слушателей курсов. В ближайшее время в проекте примет участие около 60 человек. Дальше больше. Пройти переподготовку, а затем и аттестацию должны все гиды, которые хотят заниматься внутренним туризмом. С 1 июля текущего года вступает в силу корректировка законодательства 132 ФСЗ об основе туристской деятельности в Российской Федерации. И в этот закон теперь интегрированы нормы о том, что каждый гид-экскурсовод должен быть аттестован и включен в федеральный реестр. Для нашего сообщества экскурсоводов это, конечно, волнительный большой шаг. И коллеги переживают. Но я уверена, что они обладают тем уровнем профессионализма, который легко или, может быть, с небольшими усилиями позволит им пройти аттестацию. Это делается для того, чтобы туристы со всей страны смогли получать высокий уровень экскурсионных услуг. Обучение для гидов бесплатное. Это в первый раз такие курсы продолжительные. То есть обычно 72 часа длятся. Это курсы прямо на 250 часов, чтобы сразу вот, всему и сразу. Чему-то новому научить, конечно, сложно, но мы старались найти какие-то точки, что-то новенькое, интересных людей пригласить, чтобы было с пользой для людей. Курсы проходят как старожилы у отрасли, так и новички. Конкуренции не боятся. Работы хватит для всех. А в пиковые нагрузки гидов даже не хватает. Особенно таких, которые готовы предоставить иммерсивные экскурсии. Программа повышения квалификации завершится в конце июня. Каждый гид должен будет представить новую авторскую экскурсию, которую в дальнейшем сможет использовать в своей работе. Затем экскурсоводам предстоит пройти аттестацию, чтобы получить документ, подтверждающий квалификацию, и войти в федеральный реестр. Наталья Жукова, Роман Чинахов, Тюменская служба новостей.